Несмотря на пандемию, дома отремонтировали. Напомню, в период ограничений весной прошлого года ремонтные работы замораживали. Но это не помешало выполнить годовой план. 223 многоквартирных дома стали уютнее. Жилищные условия улучшили около 15 тысяч ульяновцев. Дом номер 30 по улице Оренбургской попал в число счастливчиков. Отремонтировали систему горячего холодного водоснабжения и канализацию. Отопительную систему сделали современнее и умнее. Было произведено монтаж системы погодного регулирования, что мы можем наблюдать. И, соответственно, также замена всех разливов, замена всей запорной арматуры по квартирной. Это замена стояков и отопительных приборов, то есть радиаторов. По лещенным клеткам, соответственно, то же самое. Система погодного регулирования – одно из лучших приобретений этого дома. С ее помощью можно экономить и ресурсы, и деньги. Проще говоря, если на улице не трескучий мороз, то с помощью погодника батареи не пышут жаром. Система погодного регулирования теплоснабжения дает возможность экономить до 30% расхода энергии тепла. Теперь у нас эта система работает. Поставили погодник, что очень нам удачно, нам понравилось. В дальнейшем надеемся, что из-за погодника у нас будут сниженные оплаты за отопление. В эту зиму еще очень морозные зимы. Но чуть-чуть все равно мы меньше платим, чем до этого платили. За 40 лет, то есть с момента постройки, в доме на Оренбургской ни разу не ремонтировали коммуникации. Местные жители мечтают сделать свое жилище красивым не только изнутри, но и снаружи. Творческими идеями они поделились с губернатором. Проектно-сметная документация уже готова. Для того, чтобы выкрасить фасад в бежево-коричневый цвет и отремонтировать подъезды, необходимо собрать 6 миллионов рублей. По словам старшей по дому, сумма для жильцов небольшого пятиэтажного дома неподъемная. Сергей Морозов нашел решение проблем. Мы возьмем на себя проработать. И в случае того, что бюджет уже принят, вряд ли мы сейчас выйдем, как ты говоришь, по рублю на квадратный метр. Но какую-то часть нам надо будет изыскать. А с 1 января 2022 года надо уже закладывать в полном объеме и софинансирование. Самые старательные получат поддержку раньше всех. Губернатор проникся стремлением местных жителей к красоте. Для 30-го дома и ему подобных образцовых домов Морозов пообещал найти средства уже в феврале этого года. В этом году капитальный ремонт запланирован в 164 многоквартирных домах. Строительные работы уже начались. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Управды ТВ.